Мы продолжаем сериал «Стесняюсь спросить», в котором я задаю врачам те неудобные вопросы, которые многие задавать стесняются. И сегодня я задам 5 неудобных вопросов врачу-стоматологу. Спрошу напрямую, почему даже после чистки зубов во рту остается неприятный запах. Правда ли, что если зубы мудрости не растут, значит человек не очень умный? И насколько поцелуй опасна для здоровья зубов? Итак, 5 неудобных вопросов врачу-стоматологу. Поехали! Катя, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня тема неудобные, дурацкие вопросы, которые люди стесняются задавать врачам-стоматологам. Вопрос номер 1. Вы готовы? Да. Кариес может передаваться через поцелуй? Нет, кариес, конечно, не передается из поцелуя в поцелуй. Ну, самому, наверное, неприятно. Мне кажется, что просто большинство людей не чувствуют, наверное, изначально-то кариес. Но для этого необходимо посещать стоматолога раз в полгода, и тогда проблем не будет. Хорошая новость. Кариес через поцелуи не передается. Но в любом случае нужно ходить к врачу, чтобы понять, есть он у вас или нет, и обязательно лечить. Итак, вопрос номер 2. Мучает запах изо рта даже после чистки зубов. В чем причина? Как избавиться? Ну, первая причина у нас скапливается бактерия на зубах, полости рта, на языке. Необходимо правильно чистить зубы. Для того, чтобы правильно чистить зубы, мы чистим сначала зубной щеткой от красного к белому полностью. В течение двух минут длится чистка зубов полости рта. Далее мы чистим скребком для языка. Язык? Язык. А сколько раз нужно скребком делать? Пять раз. Хорошо. Далее нужно прочищать межзубные промежутки. Для этого мы используем зубную нить. А, ну потому что там тоже скапливаются бактерии, которые могут вызывать непредность. Вот таким образом она накручивается. Прочищаем межзубные промежутки. Так и вот так. И дальше вытряхивающим, не вниз вот так вот сильно, а вытряхивающим движением наверх достаем все, что было в межзубных промежутках. И третье. Мы используем ирригатор. Вот такой вот аппарат. Сюда заливается половина вода, половина специальной жидкости для ирригатора. Через носик этой трубочки все это подается под напором. Это не заменяет зубную щетку. Это прочищает межзубные промежутки. Вот так вот мы вводим. И все это прочищается. То есть каждую чистку зубов мы должны... Ирригатор один раз в день, все остальное каждую чистку зубов. Чистим зубы два раза в день. Обязательно. Первая причина неприятного запаха изо рта, это если вы неправильно чистите зубы. То есть не причищаете межзубные промежутки, не чистите язык, не пользуетесь зубной нитью и ирригатором. А еще что может быть причиной? Еще могут быть заболевания общего характера, желудочно-кишечного тракта, лорорганов, рефлюкс. Очень часто вызывают запах изо рта. А если вы все-таки правильно чистите зубы, но у вас все равно есть запах изо рта, возможно, у вас есть какие-то заболевания. Обратитесь к врачу. Так, смотрим вопрос номер три. Что еще люди стесняются спрашивать? Если не растут зубы мудрости, значит, я не мудрый. Вот этот вопрос, наверное, задает вот этот вот дядя. Вот у него, кстати, у этого черепа у нашего зубы мудрости выросли. Да, на нашем черепе выросли зубы мудрости, это третьи маляры. У стоматологов называется это третьи маляры. Зубами мудрости их называют в простонародье. Наиболее часто зубы мудрости даже не лечат, а удаляют. Либо когда они уже дают какие-то признаки болевые, а чаще всего еще когда они их не дают, для того, чтобы потом не возникало проблем. Называют зубами мудрости, потому что они последние из всех зубов, которые у нас есть в полости рта, вырастают. А ну типа мы уже должны набраться определенной мудрости к этому возрасту, да? Ну, типа того, да. Хорошо. И если нету этих зубов, часто бывает, что даже в зачатках нету этих зубов, то никакой проблемы с этим нету. Человек должен радоваться тому, что нету зачатков и не придется их удалять. То есть это на его интеллектуальные способности никак не влияет. Все, у кого еще нет зубов мудрости или вообще никогда их не будет, радуйтесь. Вы будете такими же мудрыми, как и мы все люди, у которых зубы мудрости. Есть. Вопрос номер 4. Почему стоматологи спрашивают про менструальный цикл? Интересно. Ну, как мы все знаем, во время менструального цикла повышенная кровоточивость. Стоматологи наиболее часто об этом спрашивают. Либо когда нужно удаление зуба, либо когда нужна профессиональная гигиена полости рта, либо когда необходимо лечить канавы. Потому что при всех этих манипуляциях повышенная кровоточивость, из-за того, что у нас есть повышенная кровоточивость, мы можем ее получить во время этих манипуляций. Все эти три манипуляции сопровождаются кровью. Если нам необходимо планово удалить зуб, мы, скорее всего, это отодвинем либо на середину цикла, либо на конец. Просто чтобы человек не потерял много крови. Для того, чтобы это происходило более щадяще все. Итак, стоматологи спрашивают про менструальный цикл перед какими-то стоматологическими манипуляциями, чтобы просто вы не истекли кровью. И пятый вопрос. Обязательно ли исправлять прикус? Да, нужно исправлять прикус. Неправильный прикус приводит, во-первых, если мы говорим о искривлении зубов, к неправильной чистке зубов, потому что мы не способны просто-напросто прочистить межзубные промежутки. Во-вторых, это приводит к головным болям за счёт нижнечелюстных суставов. Это приводит к неправильной работе мышечного аппарата черепа. Приводит к искривлению позвоночника и неправильной работе мышц позвоночника. Итак, друзья, исправлять прикус нужно, потому что это может привести к массе проблем со здоровьем. Ну, выбор уже за каждым из вас. Кать, спасибо вам большое. На здоровье вам спасибо тоже. Не стесняйтесь задавать свои вопросы врачам-стоматологам. Они всегда на них ответят. Берегите свои зубы, любите себя и свой гордый мужчин. Пока-пока!